Куча ситуации. Да? Скажите, а меня нормально слышно или лучше микрофон? Лучше микрофон. Не слышно, сколько слышно. Раз, два, три. Вот. В общем-то, и управляю портфелями клиентов уже более пяти лет на рынке ценных бумаг, российском, американском. Облигационные рынки, еврооблигации и работа на товарно-сырьевых рынках, преимущественно с южношными контрактами. Вот. Личный брокериш – это сервис, который также называется инвестиционным консультированием. Он состоит из нескольких форматов. Прежде всего, при встрече с инвестиционным консультантом мы определяем ваш риск-профиль. Да, он, соответственно, может быть базово-консервативный, средний или агрессивный. Да? Вот. И выявляем ваши цели, задачи. Кто-то, как часто говорят, хочет заработать максимум того, что возможно, и готов рисковать при этом. Кто-то, наоборот, желает просто сохранить средства, да, максимально и минимальный риск иметь на портфель. Это все определяется в ходе общения. И дальше уже подбираем для вас формат, который подходит для того, чтобы эти цели наилучшим образом реализовать. То есть это может быть как разовая консультация, да, так и полноценное, постоянное ведение портфеля, да, когда мы связываемся с клиентом, да, и предлагаем какие-либо сделки, да, и от вас уже зависит, принимаете вы, хотите ли вы эти сделки видеть в вашем портфеле, да, либо, может быть, они в моменте не очень будут для вас интересны. Вся эта концепция работы представляет из себя управление клиентским портфелем в формате инвестиционного консультирования. Следующим образом взимается комиссия, да, по этой услуге. То есть здесь, в принципе, есть несколько типов услуги, как я и сказал. Есть, например, тип экзекьюшн фонды, да, это когда вам просто нужен человек, который готов всегда по вашему портфелю совершить сделки, да, и проконсультировать в моменте, как лучше эти сделки выставить. Это просто экзекьюшн, да, и тогда в случае этого взаимодействия, если вам не нужны там какие-то такие профессиональные рекомендации по сделкам, то комиссию можно будет гораздо ниже сделать за такой тип услуги. Вот, также есть услуга второе мнение, когда вы хотите работать сами, но вам интересно знать мнение консультанта, да, мнение профессионала по поводу стратегии, выбранной вам. Тогда вы можете всегда позвонить, проконсультироваться и провести сделку, послушать второе мнение от управляющих. Помимо этого есть полноценное введение портфеля, где мы полностью формируем стратегию, предлагаем вам определенные сделки, да, следим за реализацией рисков в вашем портфеле, таким образом, чтобы минимизировать их, да, и в этом случае как раз таки списывается уже комиссия вот по этому тарифу. Она составляет десятую долю процента от оборота по сделкам, один процент годовых это комиссия за управление, и 15 процентов от инвестиционного дохода по вашему счету. Соответственно, но если в какой-то момент оценка счета упадет ниже того значения, которого списывается комиссия за инвестиционным доходом, то, естественно, до тех пор, пока счет не восстановится, эта комиссия списывается между. То есть только в случае успеха она списывается. Это называется high watermark в принципе. И также мы предоставляем услугу введения консультирования для внешних портфелей, то есть даже если у вас активы находятся у другого брокера, но вы хотите использовать нашу экспертизу, то можно в таком формате взаимодействовать. Здесь коротко хочу пояснить о том, что вообще сейчас доступно, потому что реальность меняется постоянно у нас, каждым днем. К сожалению, банк открытия под санкциями, как и все крупнейшие банки в России. Поэтому список доступных инструментов, он несколько изменился за последние месяцы. Сейчас на базе открытия инвестиций мы предоставляем возможность работы с акциями на Мосбирже, за исключением АДР и ГДР. Рублевые облигации, весь контур, также валюты и драгоценные металлы, то есть в том числе на валютной секции рынка есть контракт на золото, которые тоже сейчас активно используются инвесторами. Интерес к инвестированию в золото, конечно же, растет, с учетом того, что всплеск инфляции в мире, и в такие моменты, когда на рынках назревает паника, и инвестор не знает, что делать, покупка золота, которое всегда являлось своеобразным стандартом сбережений, сейчас убили весьма интересным вложением, чтобы захиджироваться от возможных рисков и падения рынка. Также доступен срочный рынок с фьючерсными контрактами, в том числе АДР и ГДР можно торговать через фьючерсы. Услуга автосвоп, в валюте, правда, она сейчас дает отрицательную доходность, но она работает в рублях, то есть свободные средства на счету можно размещать в услугу автосвоп, и таким образом вам будет числяться годовая доходность, которая чуть ниже текущей ключевой ставки ЦБР. Сделка овернайт происходит, то есть вечером заключается, на утро ваше средство уже свободно. Также доступны структурные продукты в рублях на ценные бумаги российского контура, то есть преимущественно на акции российских эмитентов. Позже про них тоже расскажу здесь в двух словах. Также зарубежные активы, иностранные ценные бумаги, они переводятся на инвестиционную палату. Процесс этот еще не финализирован, но большая часть бумаг уже находится непосредственно на инвестиционной палате. Там уже торгуются, доступны как покупки, так и продажи акции, АДР и ГДР на московской бирже. Получена лицензия на бирже Санкт-Петербурга для работы с зарубежными акциями. В ближайшее время должен появиться доступ к торговле на СПБ. И, соответственно, будут доступны к торговле еврооблигации, как на московской бирже, так и на ОТС, на внебиржевом рынке. Но это произойдет только в тот момент, когда мост МРД Евроклир заработает, и в целом еврооблигации начнут торговаться. Так как с началом введения санкций Евроклир заморозило всех российских инвесторов, и в текущих реалиях даже нет котировок образно на еврооблигации, так как они фактически сейчас не торгуются в российском фондоре, к сожалению. В этом случае мы ввели какие-то такие инвесторы. Теперь перейдем к аналитике происходящего по рынку тезисно. Слева вы видите график S&P500. Текущая оценка там пару дней назад была, сейчас чуть-чуть выше этой отметки, возможно, торгуются. Соответственно, текущие P&E, то есть сколько прибыли компаний в стоимости индекса, оно, соответственно, показателем 1972. Это в целом выше среднего PNAE, который медианного, который у нас по индексу S&P 500 за все время наблюдается. То есть медианное значение 15-16 в среднем, сейчас это значение порядка 20. Это, конечно, гораздо ниже пиковых значений, которые были выше 25 прибылей в индексе. Но, тем не менее, из этого какой вывод можно сделать? То, что предел падения американского рынка пока еще не достигнут, и теоретически есть возможность еще большей коррекции, но уровни при этом уже весьма привлекательные по многим бумагам. Соответственно, есть такой человек Майк Уилсон, это главный инвестиционный стратег Морган Стэнли, очень известная персона, и здесь приводятся слова его прогноза. Тут нужно сразу отметить, что этот человек весьма по-медвежьи настроен на рынок и часто прогнозирует именно то, что рынок будет падать, и предел для роста он достигнет на текущий момент. Соответственно, Майк Уилсон считает, что последний отскок, который был недавний по S&P 500, это всего лишь ралли медвежьего рынка, так как на медвежьем рынке, когда индексы корректируются, периодически отскоки происходят, и это нормально. Он прогнозирует, что медвежий рынок не закончится, пока как раз-таки оценки P&E не сократятся до медианных уровней, там, вблизи 15. То есть теоретически мы можем увидеть падение S&P 500 вплоть до уровня 3200 пунктов, которые примерно будут соответствовать этой отметке. Но здесь нужно понимать, что все-таки в рынок всегда закладываются будущие события, да, и в случае серьезной коррекции, продолжения коррекции по уровню предыдущего максимума, который был достигнут до ковида, 2400 пунктов, там уже будут серьезные покупки, потому что когда инвестор будет видеть столь дешевые цены на акции, да, они захотят эту просадку выкупать. Поэтому 3200 – это, наверное, в случае максимальной такой коррекции. Скорее всего, даже до уровня 3400 не отойдет коррекция, да, но уровни там 3500, 3600 мы вполне можем увидеть. И если есть свободные средства, с учетом того, что сейчас курс доллара достаточно низкий, и, по крайней мере, вы наличную валюту не можете по такому курсу купить, но можете эти доллары купить и на них приобретать американские бумаги. Соответственно, когда уровни там 3400, 3500, 3600, если будет подходить к этому уровню, и курс доллара будет все еще весьма приемлемый, да, например, такой, как сейчас или чуть выше, то это будет очень хорошая сделка там на несколько лет вперед, купить дешевый доллар и зайти в него с ним в дешевые американские акции. Этот график отображает доходность десятилетних облигаций Трежерис США. Да, здесь видно, что где-то с середины 80-х годов образовался нисходящий тренд, в рамках которого постепенно снижалась доходность облигаций за счет того, что ставка ФРС постепенно снижалась в течение этого периода, вот, планомерно, и, соответственно, с снижением ставки и доходности по облигациям они стремились также к снижению, так как они синхронно в этом плане работают с ставкой ФРС. То есть почти 40-летний тренд сейчас преломили доходности, выросли выше этого уровня, вот. ФРС сейчас планирует повышать свою ставку вплоть до уровня, там, до 3% примерно ключевую ставку, да, и это должно, по их мнению, вывести ставку на нейтральный уровень и сдержать инфляцию. Инфляция сейчас составляет 8% в моменте. Нужно учитывать, что в моменте она составляет 8%, но в эти 8% заложен высокий очень рост инфляционной базы за счет подорожания сырья, в том числе и кризис российско-украинский здесь определенную, лепту внес в это. Вот, соответственно, наверное, с повышением постепенной ставки, там, до 3%, инфляция планомерно снижаться начнет, и она уже затормозила. Вопрос в том, насколько быстро она начнет снижаться, и хватит ли этого повышения для того, чтобы инфляцию сдержать. Почему этот вопрос актуален? Потому что последний раз, когда инфляция была такой высокой, это были 1970-е годы, тогда главой ФРС был знаменитый Пол Уолкер, да, и он тогда сделал неоднозначную меру, повысил ставку до 20%, чтобы сдержать уровень инфляции, которая очень сильно всем изрядно надоела на тот момент, и которую долгое время нельзя было взять под контроль. То есть его повышение ставки до 20% позволило победить инфляцию на целых, там, 40 лет, да, вплоть до текущего момента в глобальной экономике, а прежде всего в экономике США проблем с инфляцией не было, она была на приемлемых уровнях. Однако сейчас на печатле так много денег, да, что вполне естественно, что инфляция выросла так сильно. Здесь, как бы, можно говорить, что это все из-за, там, специальной военной операции, можно какие-то другие причины и ярлыки вешать, но на самом деле это из-за того, что ФРС напечатала очень-очень много долларов в 2020 и 2021 году. Также этот график отображает то, что спрос на гособлигации США снижается, да, так как сейчас ФРС перестает выкупать, уже перестала выкупать облигации с рынка и планирует начинать постепенную их продажу. Естественно, когда главный покупатель в лице ФРС с рынка уходит, начинает бумаги продавать, кроме того, США заморозили резервы Центробанка и РФ, многие другие страны смотрят на это и опасаются. В марте, например, Китай и Япония продавали гособлигации со своего баланса, возможно, частично это было связано с этими опасениями. Естественно, цена в таких условиях будет находиться под давлением. Сейчас уже, как видно, начали несколько выкупать облигации, то есть они с пика чуть-чуть сметились по своей доходности, но тем не менее многие прогнозируют, что еще выше 3% доходность десятилеток может уйти в этом году. Индекс доллара DXY, он тоже пробил сейчас 20-летние значения, то есть эта синяя линия, она характеризует 20-летние максимумы по DXY индексу доллара. Соответственно, что сейчас происходит? ФРС повышает ставку, и на повышение ставки ФРС, конечно же, интерес к инвестированию в долларах растет, долларовые доходности растут, плюс происходит рисков на глобальных рынках, то есть инвесторы продают рискованные активы и конвертируют их в доллар, чтобы уйти от риска. На этом фоне доллар растет. Это еще раз, ну, я думаю, вряд ли кто-то из вас сомневается, но, разумеется, доллар по-прежнему сохраняет статус основной резервной валюты. Хорошо это отображает, да, когда в мире панические настроения увеличиваются, доллар всегда растет, и в том числе рост доллара, он отчасти поможет сдержать инфляцию долларовую, потому что чем дороже доллар, тем дешевле цены для американцев, да, так как они импортируют продукцию в долларах, им придется платить меньше долларов, и это поможет стабилизировать несколько этот курс. Но это очень плохо для других стран. Например, это очень плохо для Японии и для Евросоюза. Почему? Потому что нефть все покупают, нефть котируется в долларах, так же, как и газ котируется в долларах, и все основные ресурсы. И когда цена на ресурсы растет в долларах, а доллар, в свою очередь, растет ко всем основным мировым валютам, да, ну, здесь я рубль не имею в виду, конечно, к ним не отношу, вот, а тогда стоимость сырья для Евросоюза и для Японии, она растет еще сильнее, так как у них одновременно и доллар растет, да, и сырье растет. Соответственно, это вызывает еще больше инфляцию в этих странах. Но здесь ЕС и Япония, они, по крайней мере, относятся к развитым странам, у которых люди живут достаточно богато, скажем так, да, а есть еще множество развивающихся стран, для которых такая инфляция сырьевая, она просто несъедобна, скажем так, да, и поэтому сейчас слабые экономики находятся под большой угрозой, то, что сейчас происходит в Шри-Ланке, да, это только один из первых примеров. Сейчас такие ситуации, они могут, к сожалению, повторяться во многих странах, в которых большой дефицит, да, и нету средств для того, чтобы платить так дорого за сырье. Это, естественно, шумевшая тема, которая всех интересует, что касается курса рубля к доллару. Можно выделить основные факторы укрепления рубля. Это, прежде всего, снижение спроса импортерами, потому что импорт там урезали Евросоюз, Евросоюз, Япония, вся высокотехнологичная продукция больше не импортируется, новые автомобили временно не ввозятся, вот, по крайней мере, опять же, там, из Евросоюза, из Японии. Естественно, за счет этого, пока импортеры не найдут, где им покупать продукцию и как импортировать в РФ, на это должно потребоваться определенное время, и эта доля импортеров, которая поддерживала курс доллара покупками, да, его, она ушла с рынка. Также снизился спрос среди населения. Почему он снизился? Потому что доллары, которые вы покупаете на бирже, как я сказал ранее, вы одноличить не можете сейчас. Вот, и также, чтобы вывести их за границу, тоже там можно выводить, там есть определенные сейчас расширили ограничения, но сделать это достаточно сложно на самом деле, да, и поэтому такой спрос тоже уменьшился. Причем даже если вы там валюту выведете за рубеж, этот платеж, этот перевод могут заблокировать. Западные банки, такие случаи, сам знаю, не происходили. Вот, и вам попросту могут не дать что-то приобрести в странах недружественных, да, поэтому как раз-таки многие сейчас приобретают что-то где-то там в Дубае, в Турции, потому что они там санкции против нас не выводили. Экспортеры, здесь написано 80% выручки, по-прежнему обязаны продавать, но уже 50% выручки вчера эту меру снизили, и это и есть основной фактор, который способствует укреплению рубля, потому что попросту экспортеры зарабатывают, даже несмотря на то, что они с дисконтами продают продукцию, они зарабатывают очень много, цены на сырье они рекордные, да, и этот огромный объем продаж валюты попросту некому покупать. Почему? Потому что Центробанк заморожен, у него долларовые, евровые счета заморожены, он больше не может таким образом манипулировать курсом, да, и, соответственно, если Центробанк решит купить доллар или евро на баланс, они сразу же будут заморожены, да, так как эти счета заморожены, вот. Поэтому мы имеем такое поведение курса, вот, при этом нужно отметить, что курс ниже 70 рублей, при том, что сейчас происходит, а что сейчас происходит, нужно огромные деньги тратить на поддержание военных нужд, а кроме этого у нас санкционное давление беспрецедентное на экономику, то есть нужно тратить много денег для того, чтобы поддерживать экономику, да, вводить какие-то льготы, поддерживать спрос. Соответственно, траты должны возрасти, да, при этом для того, чтобы траты содержать на таком высоком уровне, в отсутствии возможности занимать деньги на зарубежных рынках, нам нужен валютный курс ниже 70 рублей, да, но я не говорю, что он нужен прямо сейчас в моменте, там, месяц-два с дешевым, месяц-два, там, с таким крепким рублем прожить можно, да, но потом уже потихоньку могут начаться проблемы на обслуживание бюджета. Поэтому в долгосрочном периоде нужен курс выше 70, скорее всего, к этому все придет, и это не мои слова, это слова у нас и Центробанк такой прогноз дает, и в целом все экономисты с этим прогнозом согласны, да, и это кажется вполне себе адекватно, да. Вот, при этом на то, чтобы к этому курсу прийти, может понадобиться какое-то время, пока Центробанк потихоньку снизит валютное ограничение, вот что как раз-таки он вчера и сделал в очередной раз, и пока импортеры смогут, да, покупать, найдут для чего покупать, где покупать, кому продавать, спрос несколько восстановится, вот, и также объем экспорта потихоньку все-таки должен будет снижаться, почему? Потому что санкции все-таки работают, и отгрузки нефти падают, да, в том числе некоторые европейские импортеры страны уже отказываются от оплаты газа в рублях и прекращаются поставки, это снижает объем экспорта. Скажите, пожалуйста, можно вопрос, вот вы сказали, что средства, ну, доллары при переводе могут быть заблокированы, вы имеете в виду именно недружественные страны? Да, да. То есть Арабские Эмираты, ну, Турция тяжело бы мне, конечно, назвать недружественными, но тем не менее, Турция, они не имеют права блокировать, по сути, правильно? Они не имеют права, они не будут вождения очень нужны, они будут рады, если вы инвестируете в экономику, купите недвижимость или что-либо такое, да, там никаких рисков нет, там максимальный риск могут вам просто не дать что-то купить, но это уже как бы нужно смотреть в ситуацию, а вот недружественные страны, они, недружественные банки, они попросту могут вообще заморозить платеж из России, да, и там, для того, чтобы потом объяснить причину эти средства разморозить, может понадобиться очень-очень много времени. А не дать купить в связи с чем? Ну, они же не против, не заблокировали? Ну, в Турции можно спокойно покупать, в Дубае я слышал, что они тоже уже начинают с опаской относиться к российским инвестициям, потому что боятся санкций, но это я знаю только на уровне слухов. Я думаю, что все можно нормально купить, в Европе могут заблокировать, могут нет. Да, да, в Европе могут заблокировать, и вот я сам знаю такие случаи, у меня были у знакомых, к сожалению. Индекс Мосбиржи, да, очень высокая волатильность и боковик, они могут сохраняться до тех пор, пока у нас появится какое-то понимание того, как будет идти дальше спецоперация, когда она будет закончена, как она будет закончена, на каких условиях, да, вот, и пока не узнаем, пока это все не перейдет в завершающую фазу, уверенности у инвесторов на российском рынке быть не может по объективным причинам. Поэтому в текущей оценке, то есть пока индекс торгуется в боковике, который составляет примерно от 2000 до 2500 пунктов по индексу МНВП. Высокая вероятность того, что мы можем еще долго находиться в текущих значениях, да, как видим до конца лета, летом, что обычно происходит? Сезон дач, сезон отпусков, на рынках объемы торговли падают, и каких-то значимых движений, как правило, не происходит. Такая поговорка для российского рынка очень характерная, sell in May and go away, да, то есть в мае продаем, и до сентября в рынок не заходим, так многие часто делают, да. Вот, собственно, в этом году эта тактика тоже, я думаю, отчасти работает, потому что мы не знаем, когда СВО закончится, да, и пока поводов для роста мало. Кроме того, курс доллара упал к рублю, поэтому в долларах рынок подорожал, экспортеры сейчас получают меньше выручки с продаж валютной по такому курсу. Это также не играет в пользу роста акций экспортеров, да. Вот, кроме того, в целом у нас заблокировали нерезидентов, и объемы торговли на рынках, они очень драматично упали с тех пор. Поэтому объемов и так-то нету, да, летом они еще больше снизятся. Это не дает каких-то поводов для роста, да, и это дает хорошие поводы для того, чтобы рынок торговался в боковике. Пока рынок в боковике, у нас есть продукт, фиксированный купон, я позже вам про него расскажу, он очень хорошо работает на текущей высокой волатильности, да, и дает средний купон по акциям, там, более 30% годовых. Ну, тему эту я позже раскрою. Кроме того, на рынок дает конвертация акций, точнее, конвертация депозитарных расписок в акции, так как это дополнительный навес предложения на рынке, да, когда появляются рублевые акции. Их можно продать, возможность продать, кто-то по-любому это сделает, и это дополнительный навес предложения. Также не играет в лучшую сторону для рынка. Эмитенты теперь могут не раскрывать свои отчетности, снижается информационная прозрачность, в этом ничего хорошего нет. При этом, как бы, общий ход торгов мы идем в сторону казино, потому что, когда ты не знаешь, что происходит с эмитентом на самом деле, то о том, куда дальше там пойдут его котировки, можно только гадать. Многие компании отменяют дивиденды, многие делают это по причине того, что если они сейчас дивиденды выплатят, у них большая доля иностранных владельцев, и придется деньги отправлять в иностранные компании. Это противоречит текущей риторике правительства РФ, поэтому многие такие компании переносят свои дивиденды. Хороший пример здесь – Лукойл. Лукойл дивиденды не выплачивает летом, переносит их, скорее всего, на осень. Осень невероятно выплачивать будут, но для этого им сначала нужно расконвертировать расписки и определиться со структурой инвесторов, так, чтобы не платить дивиденды за рубеж. Многие другие компании при этом имеют возможность дивиденды выплатить. 26 мая, послезавтра, по-моему, все ждут решения «Газпрома» по дивидендам. Это будет такой важной точкой для рынка. Соответственно, если 50 рублей плюс-минус «Газпром» выплатит, это будет большой позитив. Вырастет «Газпром», подрастет рынок на этом фоне. Если выплатят 25 рублей, то это будет негатив. Вряд ли они совсем откажутся от выплат, так как это все-таки не входит в текущую стратегию. Также сегодня Минфин озвучил, что есть большой список госкомпаний, которые будут платить 50% по МСФО. Так что ожидаем решения «Газпрома» по дивидендам. Также ожидаем ускоренное снижение ставки ЦБ для поддержания экономики, так как инфляционные факторы сходят на нет. За последнюю неделю инфляция уже очень низкая. И при таком крепком рубле да, у нас также это позитивно влияет на то, что инфляция замедляется. У вас есть вопрос. Вы говорите, что конвертация некоторой ДР будет давление на рынок оказывать. Но сейчас тут по тому же Сбербанк, как и другим АДР, все депозитария отвечают так, что мы не можем выполнить конвертацию по причине неработающего МОСТа, МРД и Европе. Поэтому как-то это будет в разрез с этим утверждением, что есть новец? Ну, вы знаете, там ситуация разная по разным бумагам. МОСТ действительно не работает. При этом процесс конвертации все-таки постепенно идет. По некоторым имитентам он уже начинается. И действительно, как именно это будет происходить, и как удастся их расконвертировать, пока с этим понимания нет. Однако в целом этот процесс ничего позитивного в сторону покупателей на наши рынки не несет. Понятно, что мы еще будем, наверное, все лето, а может даже еще до конца года, смотреть новости по компаниям, какая-то будет говорить, что мы конвертируем, кому-то позволят, кому-то нет. Но тем не менее, это постепенно будет увеличивать предложение на рынке. Ну, как я сказал, крепкий рубль работает против рынка, где преобладают экспортеры. Последний фактор здесь, наверное, еще не указан. С 1 июня разрешается покупать валюту с плечом, продавать валюту с плечом. И разрешается с 1 июля продавать акции с плечом. То есть короткие продажи разрешают. Естественно, возможность сделки шорт, она также может добавить предложение на рынок. То есть кто-то начнет уже продавать акции с расчетом на их падение. Индекс волатильности. Слева указан индекс волатильности RVI. Это индекс волатильности по российскому рынку. Как мы видим, он 24 февраля на пике падения, когда открыли биржу после начала военной операции, достиг своего апогея, даже перебил уровень, который в 2020 году при COVID наблюдался. Сейчас он несколько снижается. Как правило, когда уровень волатильности снижается, это хороший момент для покупки. Сейчас, конечно, цены очень приятные на российские акции, но у нас пока определенности не будет. Пока, как я сказал ранее, мы не поймем, чем будет заканчиваться специальная военная операция и все эти санкционные события, которые происходят. Поэтому отметки для входа интересные, но гарантия, что рынок не упадет ниже, и волатильность там еще в какой-то момент не вырастет, не вырастет. Сейчас на российском рынке нет. Справа индекс волатильности RIX по американскому рынку акций. Как вы видите, он сейчас торгует... ...не поставляются акции, поставляются ваши деньги обратно. В целом, сейчас оценки по многим акций очень низкие. Аспербанк на исторических минимумах. Ну, там за последние много лет. То же самое с локойлом. Вот. Но дикель тоже достаточно дешево стоит. И в такие бумаги заходить на текущих отметках интересно. И даже в условиях боковика на рынке можно зарабатывать хорошую годовую доходность. Затем уже, когда произойдет какая-то стабилизация, когда будет понятно, что можно в рынок ходить более уверенно, можно будет уже использовать эти средства для того, чтобы купить непосредственно акции. Что происходит на рынке облигаций? У нас индекс RGBI, который отображает доходность FZM, он уже восстановился до значений, которые были в середине февраля. И несмотря на то, что произошло, текущие значения, они отображают скорее не рыночную доходность, ввиду тепличных рыночных условий и значительной поддержки банков. По идее, как бы с текущей ставкой доходности они должны быть выше. Но при этом в условиях невозможности коротких продаж и отсутствия желания продавать бумаги у банков, у инвесторов в том числе, доходности так драматически не выросли в FZM. Мы ожидаем существенное снижение ставки ЦБ в течение этого года, вплоть до уровня 10-12 к концу года. 12 можем увидеть уже 10 июня на следующем заседании ЦБ РФ. При этом, собственно, это уже отображается в доходностях по облигациям. Где индикативные доходности ОФЗ, там видно, что погашение в 23-м году в феврале 10-82 годовых дает облигация, 10-23 в 29-м году погашение, и 10-я доходность по дальней ОФЗ в погашении в 41-м году. Соответственно, если мы сравниваем с текущими ставками по депозитам, я взял здесь банковский вклад в открытии, он самый доходный сейчас вклад, который я нашел. Здесь мы видим, что вклад на 367 дней равен 11%. Этот вклад налогом сейчас не облагается, его отменили. Поэтому выгоднее на год положить деньги на вклад, не платить налог, получить 11%. Потому что если вы купите облигацию, то у вас будет 10,8, и из этого еще 13% придется вам заплатить. Но такая ситуация с короткими облигациями. То есть если мы заходим на год 2-3, сейчас, наверное, выгоднее или на более короткий срок выгоднее положить деньги на вклад. Но если мы говорим о более дальнем сроке инвестирования, мы видим, что доходность по вкладу на 730 дней, там, 2 года, уже 9%. И чем дальше, тем ниже доходность. Поэтому можно купить дальний или средний ОФЗ, который дадут 10 годовых. И по мере снижения ключевой ставки стоимость этой облигации математически растет. Как мы видим, там цены все достаточно низкие. То есть средний ОФЗ 85% стоит, дальний ОФЗ 77% стоит. Она может вырасти еще, зависит от того, насколько снижается ключевая ставка. В прогнозе ЦБРФ у нас сейчас, что в 2024 году инфляция вернется приблизительно к долгосрочной цели. Но может быть, конечно, это будет не 4%, но там 6-7% мы вполне можем увидеть. Можем увидеть и ниже. Тогда ставка будет гораздо ниже, чем сейчас. Ставка будет 7-я, например, ЦБРФ ключевая. Тогда, соответственно, стоимости этих бумаг, они будут значительно выше. И помимо 10%, которые вы зафиксируете, вы еще получите рост стоимости тела облигации. То есть это интереснее, чем вклад получается. Например, портфель облигаций. Я его, наверное, неделю назад составлял. То есть там сейчас чуть-чуть, может быть, доходности поменялись, но они не сильно меняются. Последние пару недель. Примерно в этом диапазоне они остались. То есть такой портфель из облигаций сейчас можно составить. Это, в принципе, облигации какие-то средства. Умеренные. Тут есть и ОФЗ, есть и очень надежные имитенты. Есть и телеком с высокой доходностью. Софт-лайн-рейт. Вот это восьмая позиция. 25% до погашения. Здесь такой больший риск в этой бумаге. Но небольшой запас ликвидности. Мы считаем, что в целом достаточно безопасно в них вкладывать. И можно пользоваться как раз текущими высокими доходностями для того, чтобы на этой бумаге зарабатывать высокий купон. Соответственно, такой портфель сейчас можно составить. Средняя дюрация будет 3 года, может быть, по портфелю. И у вас будет доходность 15,5. И это будет гораздо лучше, чем вклад на 3 года, который, как мы видели на предыдущем слайде, менее 9% составляет. По мере того, как какие-то ближние бумаги в этом вашем портфеле будут погашаться в 2022-2023 году, их можно будет реинвестировать, в зависимости от того, что происходит на рынке в другие бумаги, и продолжать инвестиционный процесс. Также сейчас доступны структурные продукты на российском рынке, которые выпускают открытие «Брокер». Отметки на акции сейчас очень дешевые. Сейчас можно купить такую структуру на 3 года, получать купон 25% годовых, который платится раз в квартал. И если на дату наблюдения раз в квартал ни одна акция не упала больше, чем на 15%, вы получаете купон. Кажется, любая акция может упасть на 15% легко, но нужно понимать, что отметки сейчас очень низкие на рынке. И поэтому сейчас реально интересно. Потому что даже если что-то плохое произойдет, бумага через 3 месяца упадет больше, чем на 15%, один купон вам не выплатится. Он заполнится. Но затем, когда бумаги подрастут, вам выплатится и заполненный купон, и текущий купон. То есть есть эффект памяти тут. И это несколько помогает. Через 3 года, когда облигация будет погашаться структурно, если все акции будут выше, чем 65% от начальной цены, то облигация погашается по номиналу. С учетом того, что вы 3 года получаете 25 годовых, то 75% за 3 года зарабатываете. Что очень даже неплохо. Повторюсь, это очень интересно, когда акции стоят так дешево, как сейчас. Контактная информация моя. Если интересно, обращайтесь. Ввиду услуги инвестиционного консультирования, личного брокереджа, по тем форматам, какие я описывал. Какие-то вопросы у вас есть, с радостью на них готов ответить. А вот вы говорите, что фьючерсы можно купить на АДР, ГДР, вот сейчас, да? А во время экспирации во что они будут превращаться? Расчетный, расчетный механизм. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что курс доллара, ну якобы все говорят о том, что курс доллара должен вернуться и так далее. По вашим личным прогнозам, когда это будет? Я согласен с прогнозом ЦБ, то, что к концу года мы увидим 70+. Потребуется какое-то время, чтобы выйти на этот уровень. Я как скажу от себя, вот мое личное мнение. Я думаю, сейчас для главы нашего Центробанка, госпожи Намигульовны, сейчас самой является шоком, что рубль так сильно укрепился. Да, пытается как-то стабилизировать курс, но сложно придумать механизм, потому что попросту некому скупать выручку, которую экспортеры продают. Вот снизили уже ограничение до 50%. Сейчас у нас налоговый период, очень много платят экспортеры, ну и все компании в РФ платят налоги. Для этого тоже им часть валютной выручки нужно конвертировать. С 1 июня доступна будет покупка доллара в плечо. Это может несколько рынков взбодрить. Вообще, я все-таки думаю, что текущие значения, они близки к минимальному, которое мы будем видеть в следующие годы. Да, я не исключаю того, что, конечно, еще чуть-чуть ниже может курс уйти. Вполне себе. Можем увидеть там 55-50. Но постепенно ситуация стабилизируется. Вполне возможно, что уже с началом лета. Да, и постепенно курс рубля все-таки будет ослабляться. Почему? Потому что Центробанк найдет необходимые механизмы для того, чтобы вернуть курс в приемлемое для экономики русло. Там все-таки люди образованные, да, и они понимают, что когда у нас такая ситуация сложная, рубль, доллар, точнее, ниже 70 рублей, это очень дорогая роскошь, которую себе позволить надолго нельзя, только там на пару месяцев. То есть у вас даже предположение на то, что это будет месяц-два, вот, ну, держать примерно в этих диапазонах, а именно то, что даже наступит лето, и может быть уже Центробанк пойдет, да? Наступит лето, может быть, уже валюта начнет расти с начала июня, может быть, еще какое-то время мы увидим крепкий рубль, но я думаю, ближе к осени уже значение будет гораздо выше текущих. Это, повторюсь, я сегодня не даю инвестиционных рекомендаций, это мое личное мнение, но я как сам лично оцениваю, доллар по 57 сейчас купить, прекрасная сделка вообще. Даже несмотря на то, что там наличные, там, к другому курсу, да, но, опять же, его можно инвестировать в американские акции, его можно просто поддержать, да, и заработать на росте курса. Спасибо. Скажите, продолжение темы, как вы считаете, в сентябре отменят ограничения для физических лиц или вообще? Вы знаете, как раз вчера на эту тему думал, но это гадание на кофейной гуще. Я думаю, что если ничего не изменится, возможно, их в какой-то мере продлят. Почему? Потому что доллары и евро к нам больше не экспортируют, то есть валюты физически ее не возят, и физически той валюты, которая есть в стране, может не хватить, если все захотят резко снять доллары со вкладов. Поэтому, возможно, каким-то образом эти ограничения продлят. Но здесь нужно понимать, что будет в сентябре происходить. У нас каждый день все меняется. А почему бы не выпустить нерезидентов на рынок потихонечку, и рынок моментально рубль упадет? Спасибо, очень хороший вопрос. Как раз-таки сейчас обсуждают то, чтобы сделать отдельный стакан для нерезидентов. Да, это пока на уровне слухов, но это уже рассматривает Центробанк. Да, чтобы дать им потихоньку выйти, чтобы это не повлияло на котировки для резидентов. Возможно, там будет фейнбэк, который будет откупать эти объемы. И это, конечно же, может повлиять на рост курса. Учитывая, что сейчас нам нужно, чтобы доллар вырос к рублю в нашей экономике, возможно, таким образом это и сделают. Как на котировке российских активов влияет возможный дефолт на зарубежных активов? Вы имеете в виду дефолт по госдолгу РФ? Да, да. По госдолгу... На технический дефолт. Это хорошее замечание, потому что нам просто отнимает у нас возможность платить валюте, хотя валюта у нас есть. То есть это на самом деле сложно назвать дефолтом. Тем не менее, эта ситуация уже известна всем. Я думаю, она как-то в моменте на котировке никоим образом не повлияет. То есть дефолт уже фактически, ну, считайте, что он уже произошел, можно сказать, да, потому что США не хочет продлевать возможность. Лицензия до 25 мая была по платежам, а это завтра, этот срок заканчивается. То есть, возможно, уже начиная там с завтрашнего дня, те платежи, которые будут отправлять Минфин в долларах, их принимать не будут. И произойдет технический дефолт. Вот. Тем не менее, это может на что повлиять? Это может плохо повлиять на наших компаний, которые ведут бизнес, так как дефолт суверенный, вызовет кросс-дефолты по бумагам наших экспортеров и вообще наших российских компаний, которые делали займы в валюте за рубежом, да, из них могут востребовать эти долги, да, и для них взаимодействие с глобальными инвесторами станет гораздо сложнее. Да, то есть они могут прийти из класса текущих, там, надежных партнеров в класс таких, там, дефолтных организаций, из дефолтной страны. Вот. Поэтому для российского бизнеса это будет плохо, да, там, в таком среднесрочном, долгосрочном отрезке. Но в моменте эта новость, она, я думаю, сейчас даже не повлияет на наших рынок акций никак вообще. Они начнут, я не знаю, все активы наши российские арестовывают за рубежом, типа, мы допустим, дефолт. Они уже начали активно арестовывать. Нурникель, выставляете никель за границей? Только пересел границей, но здесь есть механизм поставки против платежа, да, каким-то образом можно от этого защититься. Нурникель, кстати говоря, вот есть две компании, Нурникель и НТС, в чем их преимущество? У них толком нечего арестовывать за рубежом, да, в отличие от других российских компаний. У них в этом плане более выгодное положение. А в плане того, чтобы, ну, если будут арестовывать сырье, которое мы отправляем, ну, конечно, мы перестанем тут отправлять сырье. Да, поэтому эта ситуация луз-луз для обоих сторон, вот, поэтому, наверное, это, ну, тогда уже будет остановка просто вообще всего. А вот, насколько сильно может упасть мировой рынок в лучших уровнях, соответственно, как это скажется на ценах сырьевых товаров и вообще, если мы говорим о политике ПРС, то они планируют делать. Одной из проблем является гляция, соответственно, отпечатать деньги точно нельзя, а вот что они будут делать, если, скажем, мы увидим еще падение вот текущих уровней процентов на 15. Условно, S&P в районе 20. Хороший вопрос. Смотрите, еще важный момент я здесь пропустил в своей презентации. Почему выше 3% ФРС ставку повысить не сможет? Потому что, если ФРС выше 3% ставку повысит, у них сейчас госдолг составляет 140% от ВВП, больше 3 триллионов долларов, тогда у них будут огромные сложности с обслуживанием долга. Такой ситуации в 70-х не было, у них гораздо меньше был долг. Поэтому до 3% у них обслуживание госдолга еще работает нормально, хоть и стоимость его растет. Выше 3% с этим будут огромные проблемы, и поэтому этих 3% их должно хватить для того, чтобы инфляцию сдержать. Но я не исключаю, что это может на самом деле хватить. Возможно, 2-3 года инфляция будет выше целевых уровней. Но дальше все-таки 3% и 0% большая разница, и будет работать эффект высокой базы. То есть сейчас у нас инфляция сильно росла. По мере того, как инфляционные факторы будут сходить на нет, потихоньку по отношению к высоким ценам предыдущего года уровень инфляции будет вовсе уже не такой высокий. Как это повлияет на котировки акций? Сейчас в ФРС, я бы сказал, наоборот, они хотят, чтобы даже акции несколько упали в цене, потому что рынок слишком сильно вырос, и для того, чтобы охладить экономику, для того, чтобы снизить инфляцию, распродажа на рынке акций хорошо этому помогает, собственно говоря. И поэтому если попадет до 3 тысяч, ничего критического не произойдет глобально, общее замедление экономики, так как когда ставку ФРС повышаете, у вас растет стоимость кредитования, растет стоимость кредитования, компания меньше. Прежде всего начнутся манки. Да, проблемы у дефолтных компаний. Сторую, которую мы видели в 2008 году. Конечно, какие панки, мы будем видеть теоретически какие-то банкротства, это вполне себе нормально, это на самом деле очищение рынка от мусорных компаний, и это может произойти, сейчас таких компаний на рынке много. Этого исключать не стоит, но, как правило, это все-таки не самые крупные компании, и какого-то хаоса, череды дефолтов, это под собой знаменовать не должно. Глобально что еще хотел сказать? Наверное, все. Да. Можно пару слов про Китай? Да, можно пару слов про Китай. Китай сейчас с огромными проблемами сталкивается из-за политики борьбы с ковидом. Собственно говоря, они пока не собираются сильно от этой политики отходить. Многие говорят, кто в политике Китая более сведущ, я к этому так немного имею отношение, не очень в этом эксперт. Многие говорят, что там еще идет внутриклановая борьба в Китае, в результате которой кто-то пытается ставить палки в колеса и набрать себе политических очков. Но в целом Китай продолжает политику зеркоют, это означает локдаун и замедление китайской экономики. По-моему, 5,5% целевой рост экономики ВВП на этот год ставил Китай, с каждым днем становится все более и более ясно, что они очень далеки от этой цели и отдаляются от нее все дальше и дальше. Сейчас уже идут разговоры о том, что в этом году экономика США может вырастить теоретически больше, чем Китай. Но я все-таки думаю, наверное, Китай все равно подрастет в процентах повыше, чем экономика Соединенных Штатов. Но тем не менее это большой вызов для экономики Китая. У них также очень закредитованная экономика, у них сейчас тормозится кредитование, они снижают норматив по резервам для банков, они снижают ставку в кредитовании, но кредитование все равно продолжает замедляться. Так как когда одна треть, одна четверть или пятая часть страны заперта в локдауне, в любом случае активность экономическая замедляется. Поэтому Китай сталкивается в этом плане с большими проблемами, так как они до этого отошли от всего мира в плане того, что они с вирусом, когда весь мир болел ковидом, у Китая фактически не было никаких заражений, они сначала смогли его быстро побороть, но теперь сталкиваются с неизбежными последствиями, потому что как таковой вспышки большой у них еще не было. В целом, я думаю, глобально все равно Китай быстрорастущая экономика, есть большие ресурсы, я не думаю, что это будет проблемой какой-то, которая сделает так, что экономика страны фактически перестанет развиваться, замедляться. То есть с таким проблемой, как Россия, Китай не сталкивается, там все гораздо лучше. Я даже бы сказал, что сейчас интереснее ситуация тоже какая-то такая геополитическая, потому что давление на Китай возрастает, на Китай угадится, потому что он не до конца может быть как-то соблюдает антироссийские санкции, в Китай есть своя история с Тайванем, которая тоже может раздуться в любой момент. И некоторый бизнес иностранный уже начинает из Китая уходить. То есть там в принципе и так экономика в некоторых планах была закрытая. Но сейчас вчера была новость, что Airbnb уходит из Китая. Больше не будет там работать. Конечно, в Китае будут свои аналоги, которые легко Airbnb заменят, и они уже существуют. Но тем не менее если будет эскалация какой-то геополитики в направлении вот этого азиатско-тихоокеанского направления, да, то будет большой удар как по экономике Китая, так и по глобальной экономике, потому что товарооборот между Китаями и Штатами это самый большой в мире объем импорта и экспорта. Китай основной экспортер товаров в США, в США основной импортер товаров китайских. Они очень сильно завязаны друг на друга. и если исключить Россию из-за товарооборота Соединенным Штатам труда не составляет, потому что это какие-то доли процента товарооборота ихнего, то Китай это очень весомый объем, да, и поэтому я думаю все-таки обе стороны они думают прежде всего с экономической точки зрения и будут стараться обойтись экономическим противостоянием, да, но в случае какой-то эскалации мы можем получить реального черного лебедь глобального. Вы говорите, покупаете доллары и американские ценные бумаги. Где это делать? Хороший вопрос. Да, но, к сожалению, подсанкционные брокеры такой возможности не дают, да, у некоторых брокеров работает еще американский рынок, здесь я выбирал наверное не самых крупных, которые у которых меньше шанс попасть под санкции, потому что санкции могут еще увеличиваться и расширяться много раз, ну и в последнюю очередь туда под них наверное попадут какие-то частные менее крупные компании, а другие банки могут легче попасть под них. Вот, есть инструмент и у нас, который торгуется, это фьючерс на S&P 500 на московской бирже, вот, он торгуется в рублях, но отображает поведение ETF на S&P 500, вот, он торгуется сейчас, кстати я смотрел сегодня там есть экспирация в июне и есть экспирация в сентябре, так вот фьючерс экспирации в сентябре он стоит еще там на несколько процентов дешевле, чем ближайший фьючерс, то есть он закладывает еще коррекцию, это как квартация называется, поэтому сейчас можно купить дешевый сентябрьский фьючерс на американские акции, там уже порядка что-то около там 3600 с чем-то пунктов стоил сегодня, что является относительно плохой точкой входа в долгосрочном периоде. как площадку вы имеете ввиду SPB если мы чуть-чуть не инвес палату перейдем на площадку мы покупаем на SPB должны запустить инвестиционную палату в ближайшее время, а на других брокерах можно купить и через брокеров-посредников то есть у кого-то еще работают кипрские брокеры брокеры из Белиза компании посредники через которые работают некоторые наши конкуренты но инфраструктурные риски покупки на SPB там ли сейчас так будут россиян с россиянами присутствуют определенные инфраструктурные риски в целом наверное вообще глобально сейчас покупать американские акции опасно потому что теоретически они могут заблокировать инвестиции абсолютно правы но при этом фьючерс на S&P 500 купленные через открытие на Мосбирже точно никто не отнимет так как это является фактически американской акцией но так в целом да если уж опасаться то наверное с точки зрения санкционных рисков можно пока не инвестировать в американские акции если инвестировать то фьючерсы да фьючерс по крайней мере вас точно никто не сможет его заблокировать заморозить никак он торгуется у нас на Мосбирже а вот в продолжении темы вы говорили что это не самые низкие показатели на ваш взгляд у акций по вашим прогнозам когда он так чисто и конечно пальцем в небо я как раз говорю сейчас вот фьючерс он торгуется на уровне 3.640 пунктов вот этот сентябрьский да я думаю на мой взгляд 3.440 это будет в случае самой-самой-самой большой паники если все будет совсем плохо мы увидим 3.440 в этом году но весьма вероятно что уже когда будет 3.440 там начнутся покупки и будет достаточно резкий отскок поэтому я бы покупал 3.800 3.600 я бы покупал знаете есть такая стратегия очень простая покупать лесенкой то есть делите портфель на 3-5 частей покупаете 20% сейчас пойдет еще на 100 пунктов еще на 20% и так пока падение не остановится если потом какие-то деньги еще остаются уже начинается рост то можно еще докупить уже устаревшись в том что рынок вышел из медвежьей фазы вот еще уточнение вопроса вот спросили по поводу покупку валюты вы объяснили ну а если говорить про физическую валюту тогда где вы посмотрите физическую валюту сейчас можно купить у нас кстати в открытии более-менее неплохой курс ну как он понятно далек от биржевого но из тех что другие банки предлагают он неплохой там по-моему 70 плюс-минус в последние дни можно купить наличку вот и наличка в долларах я считаю сейчас тоже хорошо потому что неизвестно что будет дальше я все-таки не сторонник теории заговора типа того что доллары вообще запретят и конфискуют но есть такие сторонники этих теорий я думаю вы их сами знаете вот но все равно наличка по крайней мере вы не можете с валютных счетов снять средства ну кроме тех что купили до 9 марта и получить наличку поэтому я думаю что иметь какой-то запас кэша на случай чего наличкой это тоже сейчас хорошо ну а кроме брокера кроме брокера ну кроме банка открытия где еще посоветовать ну вы можете посмотреть другие банки какие там курсы но лучше будет из разряда 70 вот за доллар в обминниках где-то тоже в Москве но там тоже примерно такой же курс все спасибо да вопрос по дупифу да а какая сейчас вопрос на иностранные акции а вот об этом виталий виталий может быть вам по дупифу оставлю вопрос это больше это больше виталий лучше меня знает вопрос вопрос мост да я вот не могу получить конечный ответ на этот вопрос первый вопрос получается что это связано для всех разорвано то есть мы говорим все время я слышу что этот мост он сломан его нет но для кого-то он есть а для кого-то он нет потому что кто-то торгует иностранными акциями и проблем второй вопрос сразу задам да эти иностранные акции насколько я знаю что все они не относятся к НРД они относятся к Best Efforts причем тогда разрыв моста НРД и Евроклир смотрите есть разные места где учитывались ценные бумаги есть НРД и есть Best Efforts банк через Санкт-Петербург многие работали через Best Efforts банк соответственно эти торги до сих пор доступны почему потому что Best Efforts работает через DTCC DTCC это аналог Евроклира а не к Америке которые относятся и Америка не заблокировала расчеты с Россией как ни странно вот поэтому те кто через Best Efforts работали они и сейчас у них есть доступ к возможности совершать сделки мост ДРД с Евроклиром действительно заблокирован и бумаги которые в НРД они по факту заморожены потому что Евроклир не обрабатывает никакие поручения но насколько я слышал я не могу вам гарантировать там сто процентов у каких-то брокеров есть возможность обхода они как раз таки через свои дочки там на Кипре эти бумаги переводят и предлагают вам скупить ваши бумаги придется им заплатить не знаю там десять-двадцать процентов не знаю сколько скажут с ними нужно общаться вот но некоторые брокеры такую возможность предлагают ну это те брокеры у которых есть такая инфраструктурная возможность у которых используют свои там дочки из офшоров вот и которые не находятся под санкциями но здесь уже как бы ваше решение бумаги оставить или бумаги там попробовать